Пока Арсений Яценюк в США снова продвигает утопию о том, что Украина воюет с Россией, Донбасс, следуя Минским договоренностям, подготовил дополнение к проекту изменений в Конституции Украины. Это попытка создать в стране основной закон, который устроит всех ее граждан. Дополнение, отправленное не в Киев, который всякий раз делает вид, что писем из Донбасса не получает, а координатору от ОБСЕ Пьеру Морелю. Обсудить поправки представителя ДНР и ЛНР предлагают уже на ближайшем заседании контактной группы. Речь в законопроекте о полномочиях Донбасского региона, механизмах взаимодействия с Киевом, детали особого порядка местного самоуправления. Вообще документ, который должен погасить конфликт, прекратить бомбардировки мирных жителей Донецка и Луганска, прорвать блокаду, организованную украинскими властями. По пунктам разберем поправки с Денисом Пушилиным, заместителем председателя Народного совета ДНР. Он сейчас у нас на прямой связи. Денис, здравствуйте. Две недели назад свои предложения по Конституции вы уже направляли в Киев. Тогда, помните, мы даже с вами об этом разговаривали, Киев сделал вид, что их не получил. Сейчас, вероятно, ВСЕ поправки получит. Вот что должно произойти после того, как пакет будет доставлен тем, кому он адресован? Доброй ночи. На самом деле, для нас более важна сейчас не реакция Киева, то есть вне рамок Минских соглашений, вне рамок Минских встреч, а непосредственно важна реакция переговорщиков в политической подгруппе, их аргументация, потому что мы своими действиями, своими предложениями показываем не только свою договороспособную позицию, но и вообще цивилизованное отношение. То есть мы сейчас не упираемся, как бы этого не хотелось сделать, в военное противостояние. Мы стараемся не поддаваться на провокации военного характера, а действительно подталкиваем Киев к конкретным политическим шагам. Потому что мы, к сожалению, имели уже горький опыт, когда затяжка политических решений приводила к новому витку боестолкновений, как это было в декабре и потом в январе месяце, то есть действительно чудовищное кровопролитие. И сейчас мы действительно находимся на грани, поэтому мы интенсифицируем данные процессы и предлагаем свое видение, скажем так, свои варианты, которые мы готовы согласовать. Это и касается выборов, это касается конституционной реформы, так как, допустим, если конституционная реформа, то это все в пункте 11 сказано, что комплексомер, что все должно быть согласовано с представителями Донецка и Луганска. Так вот, согласуем мы вот такие вот поправки, и мы им даем, то есть это предмет уже обсуждения в рамках подгруппы по политическим вопросам. То есть это не дает уже Киеву возможности говорить, что, ну да, будем обсуждать, будем когда-нибудь. Или, как мы слышим речи от Порошенко, который собрался завершить конституционную реформу до сентября месяца, и якобы уже конституционная комиссия заседает, но стоит ли говорить о том, что нас там нет, с нами ничего не согласовывается, и потом, чтобы нас не переставили по фактам, что вот, видите, мы же конституционную реформу провели, давайте к следующим шагам. Отнюдь. Нас устроят вот такие позиции, и то при условии, что все пункты Минского соглашения будут выполняться, а не будет проходить имитация, как мы видим, по сей день происходит со стороны Киева, и по сей день не выполнено полноценно ни одного пункта из комплекса мер со стороны Киева. Мы стараемся подтолкнуть и сам Киев, мы стараемся это продемонстрировать, свою позицию и в адрес Европы. Нам нужна Европа для того, чтобы она оказывала давление, посильное давление на Киев, и Киев, то есть, выполнил взятые на себя обязательства. Получится или нет, большой вопрос, но наши шаги здесь вполне очевидны, и наша совесть здесь чиста в любом развитии событий. Есть важное уточнение, все-таки особый статус Донбасса обсуждается в этих поправках, которые вы направили сейчас с представителем ОБСЕ. В составе государства Украина, правильно мы понимаем? Смотрите, на самом деле, если действительно будут выполнены все пункты комплекса мер, если будет проведена конституционная реформа, тогда действительно есть возможность обсуждать какой-то формат договорных отношений с Киевом. Но этот формат, он уже, в принципе, четко прорисовывается. То есть, как это будет называться, очень трудно говорить, потому что само название, само понятие автономии не устраивает ни Киев, ни нас. То есть, фактически, название сейчас пока стоит отбросить на задний план. А то, что должны быть это договорные отношения, то, что это должно быть взаимодействие какого плана. То есть, с одной стороны, должны быть выполнены ряд пунктов, да, и амнистия в том числе. Но, естественно, поверить Киеву на слово и поверить Киеву, что не будет не применяться репрессия, конечно, мы не имеем права. Поэтому и прокуратура, и суды, и народная милиция, то есть, это, естественно, все остается за нами. То есть, и ряд еще других моментов, которые, ну, скажем так, гарантируют безопасность и экономическую, да, свободу, как жителям, да, вот, Донецкой и Луганской народной республик, так, да, наверное, и представителям власти, наверное, потому что, ну, мы не самоубийцы, и мы не готовы идти в политическое поле Украины под управление Киева, да. Ну, то есть, для нас это было бы, конечно же, сродни самоубийства. И, я повторюсь, ну, никто не собирается идти в этом направлении. Но договорные отношения, то есть, да, в рамках международных процессов, они, возможно, и не исключены. У нас буквально 30 секунд осталось, Денис. Правильно ли я понимаю, что основным пунктом противостояния, может быть, стать, могут стать выборы, да? Киев требует от вас провести сейчас выборы по Конституции Украины на киевских условиях. Вы же настаиваете на том, что главы Донецкой народной республики и Луганской народной республики должны доработать до окончания своих сроков, так как их выбрал народ. Более того, выборы, все, что касается выборов, должно быть согласовано с нами, с представителями Донецка и Луганска. А наше видение, что мы согласуем, наш вариант уже отправлен, и он сейчас как раз рассматривается в рамках политической подгруппы по политическим вопросам. Спасибо вам огромное за эти комментарии. Уточнение важной поправки в Конституцию Украины мы обсудили с Денисом Пушилиным, заместителем председателя Народного совета ДНР. При этом Киев действует абсолютно вне логики минских соглашений. Сегодня представитель Минобороны ДНР заявил, что украинская армия готовит полномасштабное наступление вглубь республики и даже планирует штурмовать Донецк. Дважды за неделю Киев пытался прорвать оборону ополченцев. Сегодня на северо-западной окраине Горловки до этого силовики атаковали поселок Марьинка. Репортаж нашего военкора Алексея Баранова. Удары украинской артиллерии уже совсем не похожи на хаотичные обстрелы жилых кварталов Донбасса. Теперь действия ВСУ очевидно подчинены четкому плану. Анализ произошедшего в окрестностях Горловки не оставляет сомнений в целях, которые ставят перед собой украинские военные. Сегодня украинской стороной предпринята очередная попытка использования ранее стянутых к линиям соприкосновения тяжелых вооружений бронетехники живой силы для штурма и продвижения вглубь Донецкой Народной Республики. И свидетельствует о проверке организации нашей обороны накануне начала широкомасштабного штурма Донецкой. Позиции ополченцев на северо-западе Горловки сначала подверглись массированному обстрелу украинской артиллерией. Били из тяжелого вооружения от населенных пунктов Шумы и Майорск. Затем подразделения ВСУ на БМП попытались завладеть ключевой для обороны Горловки высотой в районе шахты номер 67. Это осуществленное вопреки Минским соглашениям атака действительно, как две капли воды, похоже на недавнюю попытку украинских силовиков пробиться на окраины Донецка через Марьинку. Позиции ополченцев также подверглись массированному артобстрелу со стороны Красногоровки. Под его прикрытием к Марьинке было переброшено две танковые роты и около 300 военнослужащих. Тогда интернациональная бригада «Пятнашка» оборону удержала. Командир, позывной Абхаз, рассказывает нам, что по данным разведки, обе атаки ВСУ и на Марьинку, и на Горловку звенья одной цепи. Это украинская армия пытается нащупать брешь в нашей обороне, которой нету. Эта провокация приведет к очередным котлам, о которых они больше не оправятся. Пока есть возможность тишины, есть возможность не уйти, им надо этим пользоваться. Еще на прошлой неделе «Киберберкут» опубликовал снимки, сделанные американским спутником в апреле-майе. На них очень четко видны крупнокалиберные орудия украинских силовиков, расположенные на позициях в непосредственной близости от линии соприкосновения. Хорошо видно, тяжелая артиллерия украинских военных сосредоточена у Катериновки, Камышевахи, Константиновки и Кураховки. И это прямое свидетельство того, что США достоверно знают о нарушении Киевом минских договоренностей и даже располагают доказательствами, однако почему-то упорно продолжают молчать. Это окраина Донецка. Отсюда, что до аэропорта, что до населенного пункта Пески, по прямой где-то 2 километра. Обстрелы со стороны позиций, которые занимают украинские вооруженные силы, происходят регулярно. По многоэтажным жилым домам начинают бить вечером и с небольшими перерывами продолжают всю ночь. Несколько боеприпасов, выпущенных крупнокалиберной украинской артиллерией, сегодня разорвались на железнодорожном вокзале Донецка. А это уже самый центр столицы ДНР. Пострадали пути. Один из снарядов попал прямо в перрон. Защитники Донбасса в своих силах уверены. Командир бригады «Пятнашка» рассказывает, добровольцев, намеренных во что бы то ни стало отстоять Донецкую Народную Республику, все больше. Мы понимаем цену жизни человеческой и цену добровольца. Поэтому все взвешено. Если держим оборону, то держим оборону. Если идем на штурм, то идем на штурм с головой. Как хотят, пусть уходят. Ну пусть уходят отсюда. Алексей Баранов, Андрей Руденко, Олег Головчанский, Олег Бондаренко и Евгений Тарасов. Вести Донбасс. Ну и вот как в таких условиях воспринимать заявление Министерства обороны Украины? Представитель ведомства Виктория Кушнир сообщила утром, что вооруженные силы отвели все тяжелое вооружение на установленное расстояние от линии соприкосновения. И якобы места дислокации находятся под наблюдением ОБСЕ. Однако уже вечером, вот недолго до нашего эфира, пришло сообщение о массированном обстреле Донецка. Огонь велся с позиции силовиков в Песках и опытном. Задействована была тяжелая артиллерия калибра 120 и 152 мм. Основной удар пришелся на Кремлевский проспект, Артемовскую улицу и аэропорт. Снаряды повредили жилые дома. В результате взрыва мины загорелся склад лакокрасочных изделий. Как сейчас обстоят дела на линии соприкосновения? В самом Донецке спросим у Эдуарда Басурина, представителя Министерства обороны ДНР. Эдуард Александрович, здравствуйте. Из чего же тогда украинская армия обстреливает жилые кварталы и Донецка, и Горловки, и Марьинки, если Киев официально выходит к прессе и заявляет о том, что тяжелая техника отведена от линии соприкосновения? Добрый вечер, Евгений. Ну, я бы, наверное, пошутил, но, честно говоря, шутки не хочется это произносить. Просто вы сказали о том, что обстрел подвигался город Донецк. Я хотел бы добавить, что еще и Горловка, Никитовский район, населенный пункт Гольма, артиллерия, был обстрел сегодня. Заявление украинской стороны о том, что они отвели полностью все тяжелые вооружения по минским договоренностям, это очередная ложь украинской стороны. Скажите, пожалуйста, результат этих обстрелов, есть ли погибшие, пострадавшие, разрушения? Потому что вот вечером мы уже получили сообщение от вас о том, что начались массированные артобстрелы снова. На данный момент по поводу жертв, слава богу, еще сообщений не было. Единственное, хочу сказать о том, что снаряды разрывались в жилом квартале, вы правильно сказали, это Кремлевский проспект, это многоэтажные дома, 9-5-этажные дома, это мы говорим за город Донецк. Поселок Октябрьский, это частный сектор. А если мы говорим о Горловке, это двухэтажные и одноэтажные дома. Что касается информации, тревожных новостей, которые поступили сегодня, о том, что Киев готовит наступление на Донецк, штурм Донецка и обладение стратегическими высотами. Как в ДНР готовятся к этой провокации или атаке, наступлению, штурму? Давайте будем последовательны. Мы считаем, что это постоянная провокация со стороны Украины по отношению к нашей республике. У них уже было две попытки. Одна Маренко, одна происходила в Горловке. По захвату территории или высоты. Они были успешно отбиты. Единственное, с прискорбием хочу сообщить о том, что количество пострадавших в результате боевых действий в Маренке очень колоссальный по отношению к подразделениям, которые столкнулись с проблемой, когда на них пошли в атаку и массированно обстреливались со всех тяжелых вооружений, которые есть в украинской армии. Это 20 убитых, 99 раненых. Но, невзирая на все это, атака была отбита, позиции остались за нами, и в Горловке то же самое. Была попытка прорыва при помощи бронетехники и живой силы. Было подбито две БМП и уничтожено до 30 солдат. Продолжение следует...